На больничной койке Института травматологии имени Вредена Ирина Челдаева. Как ни странно, мечтала оказаться здесь больше 15 лет. Именно столько ее мучила боль в спине. А врачи как один разводили руками, ничем не помочь, нужен имплантат. Я неоднократно обращалась в неврологию, в нашу поликлинику. Проводились некоторые лечения, но они неэффективные были. Потом какое-то время у меня ослабела эта боль. Потом опять очень сильно усилилась. При стенозе позвоночника диски снашиваются, а нервные волокна сдавливаются. И это причиняет боль. Единственное решение – операция. Мы ультразвуковым ножом удаляем разросшиеся дуготручатые суставы, для того, чтобы получить доступ к межпозвонковому диску. Работают в четыре руки через два отверстия по бокам от позвоночника. Раньше устанавливали отлитые в формах импортные имплантаты. Ждали такие до полугода, да и подходили они не каждому. Пациенты для решения уже тяжелых, запущенных, далеко клинических ситуаций. И поэтому, безусловно, мы получаем далеко уже нестандартных больных. И, может быть, это и являлось для нас причиной развития каких-то нестандартных технологий. На место отлитых имплантатов пришли отечественные кейджи, напечатанные на 3D-принтере. Устанавливаются между позвонками и создают единую и прочную конструкцию. В данной ситуации, например, установлен кейдж спереди. Мы говорим о том, что он оптимально прилегает к верхней замыкательной пластине, к нижней замыкательной пластине и позволяет нам, по сути, обеспечить полный контакт для адаптации и последующего прорастания костю. Отечественные имплантаты в пять раз дешевле импортных – до 30 тысяч рублей. Сделают за пару дней на фабриках в Подмосковье или Новосибирске. Титановый порошок засыпают в принтер. Затем лазер запекает нужные участки согласно загруженной 3D-модели. Уже разработаны 10 линеек, а это 636 3D-позвонков для каждого случая. Они все представлены в двух вариациях. Первый – это ячеистая структура, через которую происходит интеграция, то есть прорастание костного материала пациента. И второй вариант – это с полыми ячейками, условно сквозные отверстия, для того, чтобы их заполнить непосредственно костным материалом самого пациента. Для сложных случаев готовы напечатать персональный позвонок. Для этого достаточно снимка МРТ. Елена Куршук, Станислав Черкасов, Роман Ткаченко, Владимир Андреянов и Карина Соколова. МИР24. Стартап готов заместить более 20% импортных имплантатов для спинальной хирургии. Ученые уже пошли дальше и готовятся к тестированию позвонков из керамики.